Новости столицы в эфире. С вами Патима Тханапова. Все, чем запомнилась Махачкалинская неделя, смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. В начале короткий анонс. Земля для школ. В Махачкале планируют построить 20 образовательных учреждений. Земельные участки в собственности города для этого есть. Развлекательно и познавательно, как на минувших выходных столица отметила День молодежи, расскажем в выпуске. Безопасно и качественно на федеральные деньги в Махачкале продолжается ремонт и асфальтирование улиц и дворовых территорий. Много поваров и много еды. В центре города проходит гастрономический фестиваль. Подробности через несколько минут. 20 школ подстроят в Махачкале на возвращенных в собственность муниципалитета землях. Об этом заявил Салман Дадаев, выступая на пленарном заседании форума «Трансформация столичного образования». Напомним, за последние три года более 200 гектаров незаконно выведенных из состава городских земель мэрия отсудила в собственность города. Данные земельные участки, по словам городоначальника, напрямую связаны с образовательным процессом. Их будут использовать для строительства образовательных учреждений. В срочном порядке нужно строить нормативное количество детских садов и школ. Была возможность вместо шести школ в Махачкале заложить восемь. На тот момент объем финансирования позволял вы, что вы думаете? Это был буквально конец зимы, начало весны 2019 года. 1 февраля 2019 года я поступил к исполнению обязанностей мэрии Махачкалы. Мы тогда до конца еще не успел разобраться в этих процессах. Мне говорят, земли нет в Махачкале. До свидания, что вы слушаете, нам в русской республике. Много или мало, 20 земельных участков под строительство образовательных учреждений. То есть мы сегодня можем построить 20 школ. В Махачкале в минувшее воскресенье с размахом отметили День молодежи. Мастер-классы, концерты, тренинги посетили более 15 тысяч дагестанцев и гостей столицы. Гуляния проходили на площадках бульвара имени Сулеймана Стальского. В продолжении темы сюжет Малики Курбановой. Организаторы учли разную возрастную категорию молодежи, поэтому и площадки предусмотрены как для самых взрослых, так и для самых юных гостей мероприятия. На этой площадке очередь из желающих научится переправляться по веревкам из одного пункта в другой, где условно необходима помощь спасателей. Сам наш отряд занимается поисково-списательными работами. В совместном с Лизой Олентом мы занимаемся поисками, также взаимодействуем вместе с НЧС. Территория бульвара – сплошной молодежный городок, разделенный на тематические пространства. Музыки, креатива и юмора, активного образа жизни и не только. Одно из направлений фестиваля этого года – военно-патриотическая тема. Здесь же можно было пройти один из уроков ОБЖ, например, научиться собирать и разбирать автоматы. Увидеть находки времён Великой Отечественной войны дагестанского поискового отряда «Кавказ» и в их импровизированном военном шатре каждый мог почувствовать себя солдатом. Внимание уделили и экологическому воспитанию молодёжи. Пункт приёма пластиковых крышек работал весь день. Вот, например, есть вырученные стены, например, из продажи, из переработки крышки, можно, ну, отдают данное, могу, на строительство, данное, честь детей и так далее. В этот день для молодёжи проводились лекции, семинары, тренинги, мастер-классы. Спикеры говорили о возможностях самореализации, грантовых конкурсах, креативных профессиях и многом другом. Завершился фестиваль праздничным концертом. У Аварского театра выступили известные артисты в Ахте и Туркен. Малика Курбанова, Мурат Бекбарзов, ННТ «Махачкала». В столице Дагестана продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Так, на неделе на улице Карабудахкенская приступили к ремонтным работам. Протяжённость объектов в посёлке Семендер составляет порядка 900 метров. Помимо обновления дорожного полотна, здесь уже благоустроили тротуары, перенесли электрические столбы и установлены современные светильники уличного освещения. Помогают рабочим подрядные организации и местные жители. Нам очень нравится, как работают мастера, как работают рабочие. Они очень добросовестно относятся к своим обязанностям. После укладки нижнего слоя асфальта предстоит самый трудоёмкий процесс по поднятию и выравниванию канализационных колодцев, который занимает наибольшее время, а их на данной улице более 60. После этого дорожники приступят к укладке верхнего слоя. Первый слой асфальта, и потом уже планируется поднять конвенционные колодцы, и потом ставится второй слой. Какие-то сложности возникают? Нет, сложности никаких нет. Всё идёт хорошо, по плану. И, думаем, завершить где-то на месяц раньше планировано. Ремонтные работы также проводятся по улице имени маршала Жокова. Подорожное полотно ведёт к детскому саду номер 88. После раз реконструкция здесь проводилась более 40 лет назад. На большей части ремонтируемого участка уже завершены работы. Установлены бордёрные камни, обустроены тротуары, уложены выравнивающие и основные слои асфальтобетонного покрытия. Первый молодёжный культурный квест «Загадки музея» прошёл в Национальном музее Дагестана имени Тахагоди. На знании истории, традиции и обычаев страны и республики боролись учащиеся СУЗов и колледжи республики. На квесте побывала и наш корреспондент. Ей слово. «Исторические тайны. Например, вот эти резные ворота из селения Калакареш XII веков. Железные кольца на них – это не просто украшение, это оповещающий сигнал. Мужчине полагалось стучать большое кольцо, женщине – маленькое. И по звуку понимали, кто находится за дверью». «Следующий вопрос. Вы подумайте и скажите, когда у нас Ислам был в окончании?» «Железные кольца». 13 команд и 8 станций, связанных с историей, культурой, искусством и миром финансов. Три вопроса и пять минут, чтобы найти заколдованные шифры, разгадать исторические загадки и ответить на вопросы. «Время. В каких двух городах печатают Банк-Банк?» «Абарк и Красноярск?» «Нет». «В Петербург и Москва». «Мы надеемся, что в таком новом молодежном формате квест привлечет больше молодых людей, позволит приобщить больше молодых людей к нашему уникальному культурно-историческому наследию нашей страны и республики, к великой истории, к традиционным ценностям нашего народа. И, в общем-то, музей наш является носителем и хранителем этих ценностей». Перед началом игрового марафона экскурсоводы провели для участников квеста обзорную экскурсию по экспозиции музея. Особый интерес вызвало время Петра I в Дагестане, история имамата Шамиля и сокровищница, украшения и национальные наряды горянок. Ребята показали разный уровень знаний истории и культуры родного края. «Прослушав детей, я посмотрела, это технические вузы наши, да, СУЗы. То есть уровень неплохой. Я бы сказала, на хорошо я бы отметила их. Они волнуются, конечно, теряют и время теряют». Сами участники уверяют, Дагестан им интересен, особенно если закрепление урока в истории проходит в игровом формате. «Я не особо увлекаюсь историей, но когда это озвучивают и показывают, тем более это очень интересно, прям слушать хочется». Проект «Загадки музея» станет одним из мероприятий, доступных и привлекательных для молодежи в рамках программы «Пушкинская карта». География квеста расширится и будет проходить в филиалах музея, расположенных в районах Дагестана. По итогам игры лучшие команды получили дипломы и памятные подарки. Малика Курбанова, Нурмагомед Магомедов, ННТ «Махачкала». Кто лучший шеф? В столице республики стартовал фестиваль решений в области туризма, общественного питания и производства высококачественной, экологически чистой сельскохозяйственной продукции «Махачкала Фудстритфест-2022». Организаторами мероприятия выступают правительство Дагестана, администрация города и Ре-Дагестан. Фестиваль проходит на улице Пушкина возле Аварского театра. Отведать блюда лучших поваров России, Дагестана и даже зарубежья можно до 12 часов ночи. На площадке Кудкорта для гостей и жителей столицы предусмотрена также концертно-развлекательная программа. Это все события, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До скорой встречи в эфире.